Если погоду чаще угадывают, то с астрономическими явлениями ситуация обстоит намного точнее. Перед нами 3D-модель ночного неба. Именно так оно будет выглядеть в точности 27 июля. В этот день произойдет важное с точки зрения астрономии событие, самое продолжительное за 100 лет лунное затмение. Его продолжительность составит 1 час и 43 минуты. Астрологи отмечают, лучше всего за этими событиями можно будет наблюдать именно с территории Урала. 31 января мы уже наблюдали полное лунное затмение. И следующее будет это 27 июля. В районе 12-ти часа мы будем наблюдать полное лунное затмение. В Китае затмение считалось вестником катастрофы. В Индии полагали, что в это время боги превращают мировой океан в большой демонический котел. А викинги ради спасения солнца упорно били в барабаны. Впрочем, сегодня, по словам врачей, солнечные затмения в совокупности с жаркой погодой могут вызывать лишь солнечный удар. Коварство заключается в том, что человек может не понимать, насколько это серьезно. И что от солнечного удара можно действительно, вплоть до летального исхода, насколько это серьезно. Поэтому беречься надо от солнца. В жару, то есть, нам, конечно же, в первую очередь надо защищать голову всегда. Потому что голова страдает. Реального же физического воздействия, по словам ученых, на организм затмение не оказывают. По большей части, это красивое явление. Если вы любитель таковых, то подготовьтесь заранее. С солнечным изменением надо быть очень осторожным. Даже сварочная маска, вроде бы, такой надежный инструмент считается в плане. Но и то, наверное, она не сильно идеальна защитить. Это уже почти полная фаза. Там, может быть, и можно посмотреть действительно в такой простой светофильтр, через дискету. Это популярно. Но лучше стараться использовать какие-то специальные приспособления, специальные пленки. Всего же до конца 2018 года жители планеты увидят три лунных и солнечных затмения. 13, 27 июля и 11 августа. Все явления – часть длительного цикла, который начался еще в 2016 году. И закончится в этом. Руслан Пепеляев, Константин Старков, телекомпания «Ветта».